Давай сделаем по минуте. Хорошо, давай сделаем по минуте. Хорошо, ты собираешься меня перебивать? Давай сделаем по минуте. Ты собираешься меня перебивать? Ну если у каждого по минуте, у тебя есть минута, не так ли? Ты собираешься прерывать в любом случае или нет? Ты понимаешь, как работает минута? Да, я понимаю, но я не думаю, что ты понимаешь. Откуда ты знаешь? Мы ведь никогда не встречались раньше. Мы когда-нибудь встречались раньше? Ты прерываешь меня. Это потому, что таймер еще не поставлен. Так что я могу тебя прерывать. Разве правило пришло в действие? Разве правило пришло в действие? У тебя есть возможность. Разве это правило пришло в действие? Тогда я могу говорить, если правил нет. О, это то, что ты делаешь. Но если правил нет, то я могу говорить. И я могу установить правило, почему бы и нет. Это интересно. Это действительно интересно. Да, так и есть. Разве это интереснее того, что ты говоришь, что Израиль имеет право защищать себя от младенцев? Ты позволишь мне говорить? Если хочешь говорить, говори. Это то, что ты только что сказал. Если тебе нужно разрешение, то прими слом сегодня. Я рад, что он сказал это, потому что он лжец. Неужели? Ты лжец, и ты ответственен. Это интересно. Ты ответственен, конечно. Ты веришь в Бога, ты ответственен. Всё. Ты переманил меня на свою сторону, потому что сказал, что я лжец. Ты мне не нужен, делай, что хочешь. Бро, просто сделай свой аргумент, потому что это скучно. Одна минута, одна минута, погнали. Так что, одна минута, сделай свой... Повторим, что он сказал. Так что я буду говорить одну минуту. Он сказал, что я сказал... Нам запустить таймер? Нет, подожди. Он сказал, что я сказал... Нам запустить таймер. Что Израиль должен убивать младенца. Вот что ты сказал. Нам запустить таймер? Это уже скучно. Так нам запустить таймер? Так что я думаю... Ты только что говорил по минуте. Минута на минуту. Я думаю... Я скажу это еще раз, а затем уйду. Я думаю... Ты хочешь сделать по минуте? Я просто хочу плыть по течению. Нет, я хочу минуты на минуту. Теперь ты хочешь одну минуту? Да, да, я хочу. Ладно, говори. Ладно, я начну. Ты хочешь начать? Я начну. Ладно. Ладно, так что этот человек, когда я разговаривал с тем парнем, с которым у нас действительно был хороший интеллектуальный разговор, и он был открыт и слушал. Ну, там не было много интеллекта, это была просто твоя сторона вещей. Ты нарушаешь правила, с которыми ты согласился. Тебе это не нравится, не так ли? Тебе это не нравится. Тебе это не нравится? Я ничего не говорил. Тебе это не нравится? Никаких проблем, никаких проблем. Ладно, никаких проблем. Знаешь что? Мне даже не нужна минута. Я скажу, что я лишь хочу узнать о его позиции об израильтянах, когда дело касается убийств, вкалечения, изнасилования, младенцев, детей. И что это за право защищать себя, когда они четвертые или пятые по величине армии в мире и сталкиваются с людьми в туннелях под землей. Слово за тобой. Все довольно просто. Они люди, окруженные людьми, которые хотят стереть их с лица земли. Израиль — это крошечное, крошечное место, окруженное людьми, которых учат ненавидеть и убивать их. Это доходит до того, что, когда ты находишься в одном из этих террористических лагерей, их дети играют в видеоигры, где они убивают евреев и христиан. Их учат рисовать рисунки, где они убивают и обезглавливают евреев и христиан. Они проходят через боевые лагеря, где учатся колочь, учатся стрелять и учатся пытать евреев и христиан. Что ты можешь сказать по этому поводу? Хорошо, он говорит, а Бог знает, о чем он говорит. Конечно, я думаю, что ты... Какой-то эмоциональный аргумент. И он снова перебивает меня в мою минуту. Потому что он знает, он знает, что сейчас произойдет. Конечно. Так что, если мы посмотрим, какова реальность на местах... Реальность? Ты что, на месте? И снова он прерывает меня. О чем ты говоришь? Если он снова прерывает меня, ребята, нет смысла с ним вести диалог. Ты снова прерываешь меня. Ты сказал в реальности. Ты снова прерываешь меня. Если ты снова перебьешь меня, я ухожу. Хорошо, скажи мне свою реальность. Если ты снова прерывешь меня, я ухожу. Я уйду. Скажи мне реальность. Мы ведь согласились по минуте. Я выслушал тебя, твою минуту, и я хочу, чтобы ты уважал мою минуту. Разве я прервал тебя, твою минуту? Да-да, ты это сделал. Я вообще не знаю, что происходит. Ты прервал меня вначале. Это сионизм один в один. Это сионизм один в один. Хорошо, дамы и господа. Мы знаем, что израильтяне говорят, что менее двух тысяч из них были убиты. И мы знаем нечто, называемое директивой Ганнибала. Эта директива заключается в том, что когда есть опасность захвата заложников, израильские военные убивают своих собственных людей. Почему? Чтобы их не взяли в заложники для давления. Однако, согласно Ланцетт, авторитетному медицинскому журналу, который был упомянут даже официальными спикерами США, и они также признали этот отчет, что, возможно, было убито более 170 тысяч валестинцев. И я спрашиваю тебя, как это самооборона? Ты говоришь мне об играх, а я говорю о реальности. Это реальность. Твоя минута. Что ты хочешь, чтобы я сказал? Я имею в виду, что это люди, которые хотят жить. Что ты хочешь, чтобы они сделали? Ты хочешь, чтобы они легли и просто претворились мертвыми? Или что-то в этом роде? Что ты хочешь, чтобы они сделали? Забудь об одной минуте. Давай просто пообщаемся. Нет, по одной минуте. То есть, теперь ты диктуешь условия. Нет, ты согласился. Ты согласился вначале. Ты согласился вначале, что мы будем говорить по минуте. Я просто хочу, чтобы разговор шел своим чередом. Мы можем это сделать? Нет, одна минута, одна минута. Могу я сейчас говорить? Или ты хочешь закончить? Нет, ты можешь говорить. Хорошо. Так что ты... Итак, он говорит, о, это бедные люди, которые просто хотят жить. И то, и это. Нет, я заберу это. У Израиля четвертая по силе армия на планете. У них есть некоторые из самых инвазивных инструментов безопасности. которые они продают разным странам. Как Пегасос, которые можно установить на любой телефон и шпионить за людьми без их ведома. Эти люди, которые получают безграничное финансирование от Великобритании и США, против газа, против которой применена блокада. Ничто не входит и ничего не выходит. Это ложь. Проходят только минимальные вещи. Туда запрещают возить даже свадебные платья, варенье, кориандр. Потому что армия обороны Израиля боится варенья, дамы и господа. Они боятся кориандра, злого кориандра, злого свадебного платья. Вот чего они боятся. И дамы и господа, у вас есть эти люди, как Нафтали Беннет, который говорит, что мы боремся с нацистами. Мы боремся с нацистами. Георг Айленд говорит, бывший глава Израильской службы безопасности, он говорит, наша цель сделать газу непригодной для жизни. Непригодной для жизни. Скажи мне, какой высокопоставленный Палестинец сказал то же самое? Говори. Надеюсь, здесь у кого-нибудь есть мозги? Поэтому я просто воспользуюсь этой аналогией с парком. Каждую неделю поведение мусульман в этом парке, это просто зрелище того, что делает Хамас. Если ты будешь приезжать сюда регулярно, ты сам увидишь плоды ислама, ты сам увидишь это. Это есть во всем интернете. Они не могут это защитить, они не могут это скрыть. Это всего лишь малая часть того, что тебя ждет с этими людьми. Это не повод для смеха. Потому что, когда джихадис представляет нож к вашей шее и говорит, прими ислам, или мы убьем тебя, или сделаем еще что-нибудь, ты совсем по-другому начинаешь смотреть на происходящее. Это очень серьезная тема. Ну да, конечно, ты смеешься сейчас. То есть сейчас мы говорим с несовершеннолетними. Это что, нелегально? Меня нужно арестовать? Разве это то, что мы делаем? Я не говорил, что это нелегально. Я спросил тебя. То есть я сделал что-то неправильное? Поэтому меня нужно арестовать? Потому что, когда ты говоришь с несовершеннолетними, это на самом деле очень соответствует тому, что делают израильтяне. Армия обороны Израиля мочит цены, когда они видят, как маленькие дети приходят с флагами. А ранее он говорил о Хамас. Могу я закончить? Я думал, ты закончил. Нет. Так что это небольшая аналогия здесь в парке. Это то, что ждет тебя по законам шариата, по исламским законам. Теперь отправляйтесь в Палестину. Этот парень хочет поговорить о реальности. Он никогда не ступал ногой в эту страну. Ты ступал в эту страну? Ты ступал ногой на землю в этой стране? Нет, не ступал? Ладно. Так что не говори о реальности. Тебя там даже не было. На самом деле, если ты утверждаешь, что ты такой мусульманин, как ты утверждаешь, почему ты не сражаешься там с... с боевиками? Почему ты не сражаешься там с боевиками? Хорошо. По сути, он начал болтать о парке ораторов и о том, как люди приходят сюда, едят леденцы, едят мороженое, чашут подмышки и уходят. Это было в общем резюме его аргументов. Теперь он говорит о Хамас. Да, я расскажу тебе о Хамас. Да, если ты посмотришь на Рона Пола, что он сказал в своем обращении к Конгрессу, когда ты смотришь на то, что Дэвид Хашем сказал в 1980 году о Газе. Он сказал, что Хамас финансировался Израилем. Это то, что они признали. Анвер Койн, который был советником израильского правительства, он сказал, знаете, к моему сожалению, Хамас — это создание Израиля. И если я пойду дальше, Ицхак Сегев, где твои доказательства? Я только что сказал тебе, Рон Пол, Дэвид Хашем, 1980 год, Газа. Ты можешь проверить обе эти ссылки. Они очень надежные. Да, хорошо, без проблем. Затем, если ты посмотришь на Ицхака Сегева, бригадного генерала, бригадный генерал армии обороны Израиля Ицхак Сегев сказал в Нью-Йорк Таймс, что это правда. Мне на самом деле дали бюджет, чтобы финансировать Хамас. И я поддерживаю это. Мы говорим об Энваре Койне, который является израильтянином. Он тот, кто дает советы израильскому правительству. И он говорит, да. Знаете что? К моему разочарованию мы действительно создали их. И мы действительно финансировали их. И этот парень спрашивает, что еще? Какие еще есть доказательства? Я скажу тебе. Но это Беньямин Нетаньяху. Он сидел в парламенте, в партии Ликуд, и говорил, что нам нужен Хамас. Если у нас не будет Хамаса, это будет проблемой. Поэтому нам нужно их разместить. И ссылка на его слова, погугли это. Хаарец, израильская страница левого толка. Итак, это прекрасная осведомленность. Я аплодирую тебе за это. Это блестящее. Но в конце концов, ты идешь на поводу людей. Я не доверяю людям. Я не доверяю людям настолько, насколько могу ясно. Я не доверяю людям. Что я хочу сказать, так это человечность, если она есть в этих людях. Потому что, когда они пришли 7 октября, что они сделали? Я видел это своими глазами. Красивый, маленький, черный лабрадор пришел к одному из бойцов Хамас. Что сделал этот парень? Он взял АК-47 и всадил ему в голову три пули. Теперь скажи мне, какой человек действительно мог бы это сделать? Это гуманно? Этот парень говорит о стрельбе в лабрадора. Да. Я же говорю тебе, что половина убитых людей в Газде моложе 18 лет. Поэтому я хотел бы спросить тебя, каково это, когда ты знаешь, что твои солдаты Цахала убивают детей на росы, а не выстрела? Говори. Ты говоришь, что жизнь собаки ничего не стоит? Это ты говоришь. Я спрашиваю тебя, я задаю тебе вопрос. Я говорю, что жизнь ребенка важнее жизни собаки. Ты не согласен? Так что ты... Ты сейчас снова начнешь говорить мне о парке ораторов? То есть ты бог? Ты бог. Я не доверяю людям. Парк ораторов. Мусульмане приходят. О чем говорит этот парень? Кому принадлежит суд? Кому принадлежит суд? Он принадлежит тебе? Он принадлежит тебе? Если человек убивает ребенка, я могу осудить это. Ты судья? Если человек убивает ребенка, я судья. Да, я судья. На этой земле есть только один судья, и это бог, а не ты. То есть ты можешь убивать младенцев безнаказанно? Разве я говорил это? Ты сказал, что я не могу их судить. Я говорю, судите их, судите и убить детей. Кому принадлежит месть? Я говорю, осуди и убить детей. Кому принадлежит месть? Ну, согласно ООН. Нет, нет, не ООН. Она принадлежит угнетенной стороне. Согласно тебе. Она принадлежит угнетенной стороне. Кому принадлежит месть, согласно тебе? Согласно ООН. Она принадлежит угнетенной стороне. Нет, согласно тебе. Это не важно. Это важно, это важно. Ты ведь сказал, что не доверяешь людям. Я ведь человек. Я человек. Это важно. Ты не доверяешь людям, а я человек. Скажи, скажи, но ты не доверяешь мне. Конечно, я не доверяю тебе. Тогда почему ты меня спрашиваешь? Скажи, потому что очевидно, ты так думаешь, не так ли? Почему ты тогда меня спрашиваешь? Ты очевидно так думаешь, не так ли? Приведи свой аргумент. Нет-нет, скажи, кому принадлежит месть? Перестань плеваться на меня и выдвинь свой аргумент. Я ничего не могу с собой поделать, у меня дефект речи. Ну тогда отойди, говори и не распыляй. Я отойду. Да. Извините, ребята. Да. Так кому принадлежит месть? Я говорю тебе, если ты не примешь... Если ты не примешь то, что говорят люди... Просто ответь мне, кому принадлежит месть? То есть ты хочешь, чтобы я дал тебе ответ, которым ты будешь доволен? Нет, я хочу, чтобы ты дал мне свой ответ. Тогда я дам тебе свой ответ. Дай мне высказаться. Ты говоришь ООН. Дай мне высказаться. Это твой ответ. Организация объединенных наций — это то, к чему мы относимся серьезно. С тобой все. Международное право — это то, к чему мы относимся серьезно. Human Rights Watch — это то, к чему мы относимся серьёзно. Ты воспринимаешь их серьёзно? Когда они говорят, что там апартеид, Бет Салим, Human Rights Watch, Amnesty International, все они говорят, что у них режим апартеида. Выдвинь свой аргумент, это уже скучно. Поторопись. Я не знаю, что ещё сказать тому, кто... Ты ничего не сказал. Я сказал. Ты не процитировал ни одного человека и не привёл ни одной ссылки. Процитируй хотя бы одного высокопоставленного чиновника. Процитируй хотя бы один рецензируемый журнал. У тебя нет ушей, чтобы слышать, и нет глаз, чтобы видеть. Дамы и господа, с самого начала я начал этот разговор. Одну секунду, одну секунду, одну секунду. Я процитировал рецензируемый журнал в самом начале. Ланцет. Фактически, Ланцет говорит, что 4 из 5 человек, которые голодают на планете Земля, находятся в Газе. Ланцет, медицинский рецензируемый журнал, также говорит, что по меньшей мере, 170 тысяч человек могли быть убиты в Палестине. Они все лицемеры. Я привожу тебе официальных лиц. Я цитирую чиновников, я цитирую бригадиров. Кого ты процитировал? Кого ты привёл? Ты не более чем лицемер. Дай мне доказательства. Нет, мне не нужно ничего тебе давать. Я дам только то, что хочу дать. Никаких доказательств. Разговор окончен. Дамы и господа, это слабый, жалкий, униженный, неудачник. Иди домой, открой книгу и поучись. И затем можешь прийти на следующей неделе. Потому что ты был переработан. О, спасибо, ребята. Поаплодируйте мне, пожалуйста. Поаплодируйте этому гениальному человеку. Спасибо, спасибо, спасибо. Ты фараон, ты фараон. Знаешь, даже твои враги аплодируют тебя. Знаешь, это потрясающе. Это потрясающе. Аль-Хамду лиллах. Аль-Хамду лиллах. Аль-Саляму алейкум, братья и сёстры. Подписывайтесь на наш Бустер. Я публикую там видео без рекламы. И они открыты для всех, кто хочет смотреть. Так что подписывайтесь. Иншаллах в этом будет польза для вас. Ссылку я оставлю закреплённым в комментариях. Аль-Хамду лиллах.